Сегодня юбилей у Леонида Лазарева, ему 80. Он снимал оттепельную Москву и москвичей, творческую богему и рабочих. В 62-м его снимки попали в книгу мировых фотошедевров, ежегодник Photography Yearbook. Тогда художнику было всего 25. Наша съемочная группа встретилась с юбиляром. Этот снимок Леонида Лазарева побывал даже на выставке в американском конгрессе. Гагарин в аэропорту Внуково. У Лазарева тогда было всего несколько минут. Я не могу снимать, потому что со мной рядом любители, каждый пихается. Получается, у меня то слева, то справа. Я даже в камеру не могу посмотреть, как следует. В итоге на его снимке видно даже развязавшийся шнурок Гагарина. Фотографии тогда получились не у всех. Один американский репортер даже пытался выкупить у Лазарева пленку. Я впервые увидал доллары. Он полез к себе в плащ, вынул пачку денег и стал мне совать эти деньги, чтобы я отдал ему пленку. Я говорю, останови машину, мой Гагарин. Леонид Лазарев полюбил фотоаппарат еще в детстве, когда впервые увидел камеру в руках у своего друга. Тот сказал, что на пленку можно снимать все, что видишь, и даже красивых девочек. То ощущение счастья, которое я испытываю, когда я беру в руки камеру, оно незабываемое. Я только молю Бога, чтобы Бог дал мне время. Самые известные фотографии Леонида Лазарева в жанре стритфото. И прежде всего о Москве. Сделал целую серию снимков в Большом и Малом театрах. Фотографировал с Мактуновского, Евтушенко, Плесецкую. Откровенно говоря, мой папа очень строгий в работе. Я бы даже сказала, что он в некотором роде деспот. Вот может быть поэтому у него такие результаты, такой выдающийся успех. Период оттепели в его объективе, начиная с фестиваля молодежи и студентов 57-го, это документальная история, которая сегодня хранится в Третьяковке, Музее кино и Музее Москвы. А теперь еще и в книге Леонида Лазарева «Пуля для Токумара», в которой помимо фотографий, его рассказы о том, как снимал. Юлия Кундрюкова, Максим Фоменко, Новости культуры.